Привет, мои дорогие! Не подумайте, это не какой-то пропущенный вами прямой эфир. Это совершенно случайный, незапланированный, очень короткий прямой эфир. Но я бы считала своим долгом с вами поздороваться и кое-что важное вам сказать. Во-первых, я хочу поздравить вас, мои девочки, мои прекрасные красавицы, с наступающим Новым Годом! Мне хочется пожелать вам в наступающем году, чтобы все мечты, все цели, все было достигнуто, чтобы вы были счастливы, чтобы были счастливы и благополучны ваши семьи, чтобы вы были любимы, было кого любить, чтобы вы были окружены заботой и заботились, чтобы тепло, уют и радость всегда были в вашем сердце, в вашем доме. Чтобы не было зла вокруг вас, чтобы не было злости, не было зависти, не было никаких отрицательных эмоций, чтобы вы излучали только положительное, самое положительное и таким же делили с окружающим миром. Но я хочу сказать сегодня очень важную вещь. Этот год, это окончание 2018 года поразило меня количеством обращений ко мне. С одной стороны, я должна радоваться тому, что, наверное, по оценке кого-то я успешна, ведь ко мне обращаются люди. Поток людей очень большой. Я не ожидала такого ажиотажа обращений в последнюю, фактически, да, ну в уходящую, предпоследнюю неделю 2018 года. Обращаются люди с разными проблемами, люди, которым необходимо потерять, избавиться от лишнего веса, люди с ожирением, действительно, значительным лишним весом. Обращаются люди с различными заболеваниями, потому что знают, что я работаю в команде с врачами и, соответственно, обращаются с разными серьезными проблемами, которые мы стараемся и зачастую можем решить с помощью нормализации и гармонизации образа жизни и коррекции. Обращаются девушки с проблемой аминорея, с сильным похудением, с истощением, с анорексией, с булимией, с чем только к нам не идут. А обращаются девушки, которым некуда худеть, но они убеждены в том, что есть куда. Много-много разных причин, по которым ко мне обращаются женщины. Самое обидное, что большинство из этих женщин не любят себя и к своему телу относятся как к врагу, воспринимают его как субъект, с которым следует бороться, над которым следует работать, которое следует похудеть, которое следует подкачать, которое следует подтянуть. И вот наша работа, моя работа заключается в том, чтобы до каждой женщины, неважно, есть ли у нее объективный лишний вес, весит ли она 200 килограмм, весит ли она 30 килограмм, весит ли она 70 килограмм. Каждый из вас я хочу сказать, не воспринимайте свое тело как врага. Ваше тело на протяжении всей вашей жизни будет с вами. Это ваш единственный друг. Это ваше царство, о котором вы обязаны заботиться. Вы заботитесь о своих мужьях, о своих родителях, о своих детях, но вы всю жизнь боретесь и воюете со своим телом. Я сейчас не говорю о бодипозитиве. Я тоже не сторонник того, чтобы ратовать за ожирение и соматические заболевания, которые на фоне него возникают. Когда ваш лишний вес мешает качеству вашей жизни и портит ее, это тоже не проявление заботы о своем теле. Но к любому процессу, похудению, набору веса, поддержанию, вы должны исходить только из любви к собственному телу и с заботой о нем. Если вы идете ко мне, будьте готовы, что я буду учить вас заботиться о своем теле и думать о том, как сделать его гармоничным, здоровым и благодарным вам. Но ваше тело не должно вам ничего запомнить, а вы должны ему. Вы должны делать все для того, чтобы тело было здоровым. Как ваша спальня, в которой вы наводите уют, как ваша кровать, которую вы так долго выбирали, как те самые подушечки, которые вы так усердно искали, чтобы они подходили в тон к тому покрывалу, как те книжки, которые вы с любовью расставляли в вашей комнате, как тот коврик на полу. Представьте, что то же самое вы должны сделать со своим телом. Каждая деталь важна. У вас красивое все. Красивые глаза особенного цвета. Особенные руки. Свой размер ноги. Своя толщина щиколотки. Своя форма глаз, щек, носа. Представляете, насколько вы особенная? Насколько вы уникальная? Насколько вы рождены красивой? Так делайте все для того, чтобы ухаживать и поддерживать свою красоту. Красьте свои необыкновенные губы красивой помадой, яркой помадой. Возможно, вам подходит яркая помада. Носите красивые туфли на своих красивых ногах. Носите красивые платья. И не ждите, когда я похудею, я обязательно надену это платье. Вы достойны этого платья уже сегодня, здесь, сейчас. Возможно, это будет другое платье, которое подчеркивает вашу фигуру, вашу особенную фигуру. Возможно, когда ваша фигура изменится, вы купите другое платье. Но только не надо жить в ожидании, когда моя фигура будет другой. Живите здесь, сегодня и сейчас. Милые мои, это был мини-короткий эфир. К сожалению, я не располагаю временем для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы, поэтому не стану их задавать. Я вижу, что вы здороваетесь, и я здороваюсь вместе с вами. Я вас очень люблю, и я, конечно же, жду, что вы будете ко мне обращаться. Но только за здоровой и за здоровой красотой, которой я стремлюсь и призываю стремиться в вас, заботиться о своем теле, о своем организме. Пожалуйста, приходите, но приходите со здоровыми целями, со здоровыми мыслями. Я вас буду очень ждать. И не забывайте, что в новом году ровным счетом ничего не изменится. И поэтому не нужно, не нужно издеваться над собой и 1 января садиться на очередную глупую ненужную диету. Только сбалансированное питание, только индивидуально подобранное питание, то, которое будет подходить вам и отвечать потребностям вашего уникального тела, вашему образу жизни, вашей генетике, вашему состоянию души и даже настроению. Любите себя в новом году. Любите, любите, и будьте обязательно любимы. А я вас, конечно же, буду ждать. Буду ждать со здоровыми мыслями и со здоровыми целями, с которыми вы будете ко мне обращаться. А я обязательно буду делать все в новом году для того, чтобы хотя бы на одну женщину стала все-таки больше счастливой. Поэтому всего вам, всего вам самого чудесного и прекрасного новогоднего настроения. По ссылке в шапке профиля вся информация обо мне. Пожалуйста, директ завален. Не разбираю, не успеваю. Простите. Вся информация, запись на консультацию, по ссылке в шапке профиля. Все меню там же. Милые мои, не поленитесь. Зайдите в профиль. Прошу заранее простить сообщения, которые остаются без ответа в директе. Целую, обнимаю. И, наверное, уже в новом году встретимся. Хотя, кто его знает. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok